Всем привет! Я стою напротив здания Академии Наук. Посмотрите, как она красиво выглядит. И сегодня для меня такой знаменательный день. Почему знаменательный? Потому что у меня сегодня будет первый урок вождения. Я на самом деле уже говорила, наверное, год назад, что у меня в планах наконец-то сдать на вождение. Но, к сожалению, у меня не получилось в том году этого сделать. Так что все надежды на этот год. Вот. И, короче, да. Я учила теорию, но я сейчас тоже учу до сих пор, конечно, теорию. Честно говоря, мне очень туго идёт. Очень-очень-очень туго. Я даже не знаю. Иногда мне кажется, что я вообще какая-то не совсем уже глубинкая, потому что я элементарно эти знаки не могу. Я их как бы запоминаю, но потом тут же забываю. И, в общем, я учила эту теорию. Потом я поняла, что мне нужно уже приступать к практике. И, по сути, по ходу дела уже эти знаки все изучают и правила вот этих дорожного движения. Ну, как базы-то я уже знаю, понятное дело. Но у меня такая память, знаете, мне нужно делать. И тогда я гораздо лучше всё это запоминаю. В общем, я уже попросила свою продавальницу, которую я занимаю, чтобы она мне разрешила сесть за баранку, сесть за руль. В общем, сегодня я и как раз-таки сяду первый раз за руль. Я, честно говоря, пока что у меня не испытываю никаких эмоций, потому что я думаю, что это будет ничего страшного. Просто мне расскажут, где что, где коробка передач, как её, блин, ветер такой, как её переключать. Но, с другой стороны, не знаю, посмотрим, как будет. Но просто я уже реально хочу добить этого вождения. Хочу, наконец-то, уже получить права, потому что, ну, как бы я вообще считаю, что права, они всегда пригодятся. Они пригодятся и на работе, и везде. В принципе, машина — это свобода, ты всегда-то не привязан ни к чему, ты можешь куда-нибудь поехать, куда тебе в душе захочется. Поэтому надо, конечно, уже добить всё это дело. Напишите, пожалуйста, как у вас с правами вообще, легко ли вам было, трудно ли вам было. Может быть, у вас есть какие-то, знаете, как tips and tricks, типа подсказочки, которые помогают при обучении. Может быть, какой-то, не знаю, YouTube-канал есть, который помогает. Ну, потому что у меня реально, я уже столько денег трачу, причём я занимаюсь частно, потому что я работаю каждый будний день, и у меня график очень такой интенсивный, поэтому не получается ходить, как все в автошколу, поэтому я занимаюсь частно. И это не дёшево совершенно стоит, но получается, что не то, что я выбрасываю деньги на ветер, просто я не знаю, может быть, это методика какая-то не очень эффективная, может быть, действительно, мне нужно просто уже скорее садиться за руль, и тогда у меня всё пойдёт. Так, в общем, посмотрим, как будет. Мне было бы, конечно, очень приятно, если бы вы... Заело меня. Было бы приятно, если бы вы мне что-нибудь такое написали, если у вас есть, конечно, какие-нибудь вообще мысли по этому поводу. Тоже этот ветер просто у меня доконал. Короче, позвонила только что инструктору, он уже приехал. И я его вообще ещё ни разу не видела, но мне этого инструктора посоветовала вот эта женщина, с которой я как раз-таки занимаюсь. Так что я надеюсь, что будет хороший инструктор, потому что я слышала, что очень много на самом деле зависит именно от инструктора. Если он хороший, если он... Потому что многие мне тоже рассказывали, кто уже сдавал на права, что бывает, знаете, они их мурыжат, нам мурыжат, потому что это же всё денег тоже стоит. До последнего вообще мурыжат, чтобы только побольше из них денег выкачать. Так что не знаю. Но про телефонный разговор мне он так понравился вроде бы, этот мужчина, который у меня будет вождение преподавать. Но мне эта женщина тоже сразу сказала, если у тебя есть какие-то проблемы возникнут, или он тебе не понравится, или ещё что-то сразу говорить. Потому что я считаю, что в таком интимном вопросе, как вождение, это очень важно. Ну вот я уже села в машину, и он, короче, сказал, что мы сейчас поедем в такой... Ну и он мне спросил, какой у вас вообще опыт. Я ему сказала, что у меня опыт просто ноль, потому что я один раз в своей жизни водила москвичную. Это было вообще в каком-то заброшенном вообще месте, где вообще не было народу, и то это было очень фигово, я чуть его не сломала. Я говорю, мне надо всё с нуля, так что давайте прямо вот с азов таких самых-самых-самых-самых маленьких азов. Он сказал, что сейчас мы поедем в такое место, где вам будет не страшно. Поэтому я надеюсь, что так всё и будет. Пока что, конечно же, села я на... Не за руль, естественно. А то, мне кажется, я тут все соседние машины просто растолкаю. Ну, пожелаю себе удачи, короче. Пожелаю себе удачи, блин.